МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доигрались. Одно золото и три серебра в личном зачете выиграли балхарские шахматисты. Я поймала их на тактику, связку. Качество с доставкой областные врачи сделают хирургические и гинекологические операции балхарским пациентам. Делаем операции на кишечнике, на желудке, на органах бюджетной полости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жилищный вопрос. В следующем году закончат строительство 60-ти квартирного дома и начнут возводить еще два. А в микрорайоне Конрад восстановят два брошенных здания. Все эти квадратные метры получат очередники. Сколько балхашцев состоят в ожидании крыши над головой и какие деньги уходят на сокращение этого самого ожидания, нам рассказал руководитель отдела строительства города Саятбек-Мусин. Этот дом в 10-м микрорайоне начали возводить летом прошлого года. Сюда в следующем году смогут заселиться 60 семей. Причем на выгодных условиях. Жилье предоставят в аренду с последующим выкупом. Один квадратный метр обойдется всего в 100 тенге. Так, квартира в 65 квадратов обойдется в 6500 тенге ежемесячно. Проект строительства пятиэтажки рассчитан на 437 миллионов тенге. В прошлом году, в 2013 году выделили 89 миллионов тенге. Это для строительства 13-го дома, который 60-й квартир на жилого дома. В этом году 125 миллионов тенге выделили. Осталось 224 миллиона тенге на следующий год. На данный момент около 70-70% закончили работу, строительную монтажную работу. Планируем следующий год закончить этот дом. Льготное жилье предназначено для молодых и многодетных семей, инвалидов и сирот. Число нуждающихся постоянно растет. Если два года назад в очереди были чуть больше 280 человек, то в 2014-м эта цифра приблизилась к 400-м. Сейчас ждут своего гнездышка 636 человек. Чтобы эти люди получили крышу над головой быстрее, в следующем году начнут строить еще две пятиэтажки, которые также появятся в 10-м микрорайоне. Кунрадцев тоже ждет жилищное пополнение. В 2016-м два заброшенных дома на Русакова 10 и Зайцева 18 восстановят. Чтобы вернуть в строй, каждый нужно по 160 миллионов тенге. После капитального ремонта заселят почти 100 квартир. На 2016-м мы планировали строительство двух домов 20-го и 21-го дома. Это кредитное жилье, то что будет строиться по линии Зестробанка. Сейчас в данный момент все смертные документации подготовлены были и проведено положительное заключение государственной экспертизы. Подано бюджетную заявку на республиканский бюджет. Восстановление двух домов Русакова 10 и Зайцева 18 в поселке Конрад. Если деньги выделять, мы в следующий год будем восстановить. Помощь. Плановые хирургические и гинекологические операции в Балхашской больнице проводят областные специалисты. Любой пациент может получить лечение бесплатно. Только для этого нужно иметь направление лечащего врача с диагнозом, результатами обследования и анализов. С заключением больного ждут в центральной больнице, где вместе с ним подбирают врача и время операции. Подробную информацию можно узнать по телефону 456-37-757-01. Сегодня мы планируем операцию на щитовидной железе. Кроме того, мы будем оперировать больного после перенесенного панкрея и крозы, у него кисты подзаводочной железы, после кранической, его будем оперировать. Кроме того, мы делаем эндоскопические операции на желчном пузыре. Мы делаем операции на кишечнике, на желудке, на органах брюшной области. Путь к сердцу. У каждого второго болхажца в возрасте от 50 до 60 лет имеются признаки гастрита. Об этом сообщил хирург-эндоскопист областного онкологического диспансера. Поэтому медик приехал со своим оборудованием, чтобы осмотреть и выявить потенциальных пациентов. До 22 октября в Третьей поликлинике можно будет пройти бесплатное ФГДС-обследование. Кабинет работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера, в выходные до 12.00. На скрининг осмотр приглашаются люди от 50 до 60 лет. Именно в этом возрасте многие болезни обостряются. Принимают только с направлениями и тех, кто относится к Третьей поликлинике. С понедельника узнали свои диагнозы 40 человек. Пока, слава богу, ничего страшного мы не нашли. Но очень много хронических язв именно у вас в Балхарше. У каждого второго, как правило, хронический гастрит, эзофагит. Все это связано, возможно, с экологией, возможно, с неправильным питанием. К прорыву. Балхарская группа Жанасар прошла третий отборочный тур музыкального шоу «Х-фактор». Если и на этот раз повезет, то местные солисты окажутся в полуфинале. После первого прослушивания в столице страны Балхарский дуэт успешно выполнили второе задание конкурса. Жюри заказывали песню, композицию исполняли под сопровождением пианино. С этим жанасаровцы справились в два счета. В третьем туре среди семи сборных пришлось соперничать за шанс остаться в пятерке. Но и этот рубеж был пройден. В следующий раз те, кто войдет в тройку лидеров, пройдут в полуфинал. Пока Кадню Икс, Ерганата и Сингельдэй и Тулигена Сармуддинова готовят эстрадная певица Казахстана Нагима Искалиева и солист группы «Ринга» Даниар Утигенов. Тут и слова хорошие, мелодия великолепная, есть где показать голос. Вот единственное замечание, во всех припевах надо было бы чуть-чуть жестче. Я приняла решение. Садитесь пока. Мойте руки перед едой. К такому девизу все мы привыкли с детства. Но оказывается, не все знают о необходимости такой процедуры. Поэтому 7 лет назад, 15 октября, объявили Всемирным днем мытья рук. Отсутствие этой привычки – одна из главных причин детской смертности в странах Африки и Азии. Грязные руки приводят к холере, дифтерии, гепатиту и еще целому списку заболеваний. Так сколько же раз в день нужно мыть руки, чтобы остаться здоровым, нам рассказали балхашцы. Сколько раз кушаешь, столько и мыть. Если выйти на улицу, надо тоже мыть, потому что столько микробов мы на улице держим. Раз 10, наверное, точно. Постоянно руки мою. А вот мой муж нет. Ну, бывает 4, 3, 2. Примерно 10 раз. С утра, в обед, как пришел, перед ужином. Разов 20, наверное, я мою. Чем чаще, тем лучше, наверное. Ну, чтобы чистота была. Постоянно перед едой. 5-6 раз. Как минимум раза 3-4. Бесконечно мою. День надо 3 раза мыть с утром, потом в обед вечером. 8 раз надо. 5 раз надо мыть. Чтобы микробы не появились. 2 раза вроде бы. Ну, несколько раз по необходимости. Без конца, мало ли, что это, всегда несколько раз надо мыть. Раза 3-5. После каждого прихода с улицы домой. 10, наверное. 5 раз после еды, потом до еды. Каждый раз, как заходишь с улицы. Ну, раз 10 помоешь. 10, 20, максимум 20. На руках человека обитает от 2 до 10 миллионов бактерий. И 80% инфекционных заболеваний передаются именно через грязные руки. Поэтому врачи рекомендуют мыть их как минимум 10 раз в день. Причем процедура должна длиться 20-30 секунд. А вот использовать антибактериальное мыло не обязательно. Обычно ничем не уступает ему по эффективности. Такие элементарные правила ежедневно спасают тысячи жизней. Виктория Буханцева, Схат Токбаев, Оркин Медиа. Внимание, марш! Сегодня среди школьников стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту. 15 учебных заведений за несколько часов прошли 5 этапов. Кто же лучше всех оказался готовым к экстренным ситуациям в следующем материале. Внимание, марш! Услышал сигнал, на скорости забираешь пожарные рукава, развертываешь, присоединяешь к источнику воды и бежишь к цели. Такое задание на стометровку получили девятиклассники. Каждый учебный корпус на первый тур представил самого быстрого из своей сборной. Прибежал за 24 секунды. Думаю, я хорошо постарался. Раньше мы в школе готовились, я всегда быстрее всех прибегал. Поэтому меня и записали на первый тур. Внимание, марш! А Денис Милкин ловчее всех, возможно, поэтому он борется за лучший результат в штурмовке от 17-й школы. К высокой скорости пригодилась сила, чтобы добежать из 10-килограммовой лестницы до учебной башни и подняться на первый этаж. Как бы надо поднять, но не до конца. Крюком ставишь и через одну надо. Левая рука, правая нога. Через 14 секунд до третьего этажа. А до первого 8. Дальше задание еще сложнее. Боевое развертывание. Тут теория бессильна, поэтому мини-мастер-класс от профессионалов. Школьники выполняют это поручение в упрощенном виде. Главное – уничтожить цель. Пять этапов выявили самых лучших претендентов на пожарную службу. В тройке лидеров 9-я, 17-я и 16-я школа. Провели один день в роли работников ЧАЭС больше ста балхашских учеников. Кто захочет, конечно, в спасательную службу служить дальше, это всегда пригодится. Бору его из-под тревоги. По тревоге, например, за сколько минут выехать. Ну, как любой выезд, она требует, чтобы побыстрее приедешь, как бы, спасешь всю эту жизнь. Жен Сая Мусина, Илья Стокий Беков, Оркин Медиа. Коронный ход. Балхашские шахматисты заняли третье командное место на чемпионате области. В копилке сборной одно золото и три серебра. Балхаш представляли шесть человек из клуба «Белая ладья». В соперниках больше трех десятков игроков из Сарани, Тимирта, Ужисказгана, Караганды и других городов области. Чемпионом в личном зачете среди мальчиков в возрасте до 14 лет стал Булат Эдересов. За девять туров школьник набрал больше всего очков. Среди девочек в этой же возрастной категории второе место заняла 12-летняя Аружан Сагантаева. Еще два серебра принесли участники постарше – студенты Акижан Нельтай и Дана Мишетбай. Они все были сильные, первозрядники, второзрядники. Но я из всех их обыграл. Когда я играл с ними, я поймал их на тактику, связку, на завершение, отвлечение и обыграл их с помощью тактики. Соперники были очень сильные. Все пришли с хорошей подготовкой. Играли на одном уровне, поэтому для меня было нелегко. На одну партию уходило много времени. И на этом все. Ждите от нас новостей ежедневно в будни в 20.15. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!